Итак, друзья, собираемся на рыбалку, хотя я не очень люблю ловить, но просто хотя бы выехать хочется. Собрал такой рюкзак большой, видите, и такую вот сумку с подушкой и одеялом, чтобы было теплее, потому что тогда замерзли в горах, поэтому вот подготовился. Забили всю машину, едем в шестером, где-то вот супруги, ребят, не захотели ехать с нами на рыбалку. Вот видите, сколько здесь всего, две палатки с собой здесь, я вам даже взял тут тоже и подушку, и одеяло, в общем, все тут взяли с собой, потому что тогда замерзли. Ну сейчас мы не в горы едем, а пониже будем там, там вот показывают 18 градусов ночью будет, но посмотрим, видите, как все здесь, много всего с собой, и мангал, и все. Яй-3, яй-3. На неделю набрали, да-да-да. Оливковое масло. Столько продуктов. Сейчас подойдем, налогим, по всему, да. А зачем масло-то? Итак, друзья, мы тронулись путь, нам ехать 100 километров, Риба-Роха называется местечко. Вот мы на двух машинах, впереди вот едет Вадим, и мы едем с Гошей. Да, я в штанах сегодня, там хейтеры, да. А, да-да, Гоша-Гоша. Без салатовых плавок. Это не стринги, жопа там на месте была. Да, друзья, совсем прохейтили, тут плавки не понравились с Гошиной совсем. Все нормально было, нормальные плавки. Здесь купаются плавные, в любых можно, в шортих, там без проблем. Так, и мы едем сейчас по трассе. У нас 30 километров серпантина. Отличненько. И только к вечеру будем уже там, часики через полтора. И здесь сегодня тормознула полиция, они там каких-то наркоманов искали. Вот, и мы тут мимо этого места там человека собирали. А до толка колики едут. Да, тут, в общем, они, условно, нас тормознули. Где-то 20 минут проверяли все документы. Полностью проверяли, куда-чего. Пош, скажи, как тебе жизнь в Испании? Уже полгода, получается, здесь. Ну, да, где-то полгода. Нравится. Ну, и перед этим несколько лет, там, порядка пяти, наверное, даже больше такой пяти путешествовали, в принципе, по Средиземенному, по Адриотическому бассейну, по странам. Потому что последние годы то, что в России происходит, и мне не нравится тенденция. Вот, как уничтожают медицину, уничтожают образование, как могут тебе легко заблокировать счета. Просто почему-то, потому что есть указания заблокировать их. Вот, и ты остаешься и без денег. Родители не молодеют, болячек прибавляется, поэтому мы с супругой, как бы смотрели, где бы нам было бы комфортно. Сама по себе страна комфортная, чтобы с чёбой тоже было всё для ребёнка хорошо. С медициной более-менее. Ну, вот, с климатом родители, если что, перевезти уже. Даже таким вам, да? Ну, конечно. Ну, а куда, чего? Вот сейчас даже посмотри эту ситуацию. Там, вот, несколько месяцев назад, те же полгода назад, да, там Собянин стоял, выступал, что... Куда нам столько больниц, чего вы тут, это самое, ерунду придумываете. Какие-то типа митинги или петиции пишете. Вот, у нас сейчас столько больниц, что всех москвичей на койки можно уложить условно. Ну, и в итоге он где? Ну, сейчас резкие стройки и так далее. Ну, не вопрос, что стройки, плитки, маски сейчас. Это отдельный вид бизнеса и очень выгодный, да? В последнее время вот появились сравнения. А какой процент прибыли у бизнеса по торговле оружием, наркотиками, проститутками? Вот, ну вот, масками в 10 раз выгоднее сейчас прогревать. Да. У тебя, кстати, по чём масках? У тебя довороченная? Ну, она в Бау-хаусе, это ещё на Новый год Олег ездил в Россию. И уже тогда в аптеках у нас не было масок. Это в строительном магазине маска, я не знаю, 5 евро, что ли. 5 евро, она такая дешёвая, да так. Да, 400 рублей, но это именно распиратор такой прям какой-то там с обратным клапаном, да, и всё прочее. Взяли вот такие маски. Вот, а в Испании, да, нравится, больше всего понравилось, наверное, и останавливаемся сейчас здесь. Единственное, что, ну, именно на севере Испании прохладно нам показалось, потому что мы ещё зимой к супруге были перерывчики в работе, потому что у неё там, не отходя от газа она, вот, сейчас пока фигачат. Мы в Анталусию на юг съездили, там потеплее, там покомфортнее, вот, плюс я наблюдал через яхтенные, ну, как яхтенные, метеопрограммы, так скажем, ситуацию, когда у нас здесь дуло, штормило, что происходило там, какая там температура была, что с осадками, что с ветрами, ну, вот. В общем, сейчас план такой, ну, более подробно юг Испании изучить, и изучить всесторонние устоимости жилья по инфраструктуре, соответственно, по школам, университетам. Ну, вот, ну, как бы, университет не принципиально, сама страна не особо большая, если надо, ну, ребёнок вырастет в Барселоне, как вот у Олежки дочка сейчас в университете учится, поедет, вот. И, ну, соответственно, чтобы тоже удобно было недалеко от моря, плюс, чем мне ещё понравился, что там, вот, горнолыжный курорт рядом, море рядом, там, ну, такая, сразу, всё, всё в одном, условно, остаётся теперь сейчас определиться с местом, вот, ну, и дальше уже планировать какой-то инвест-план по приобретению жилья. Купить хотите всё-таки, да, не снимать? Ну, а смысл снимать, зачем, для чего. Это тоже как вложение, ну, опять же таки, это один из, цифров чек-листа, да, посмотреть, что происходит вообще с недвижимостью в этом регионе, вот. То есть рассматриваешь со всех сторон, сколько там лет, там, в квартире этой дому, какие вложения требуют, постоянные, какие сейчас тебе потребуются, да, мало ли, там, под ремонт ещё куда что-то, вот, какие налоги. Ну, и, в принципе, посмотреть график по рынку, как работает. Растёт, падает, стоит, потому что вот здесь у нас, мы, когда приехали, этот дом ещё был занят, и мы квартиру туда поближе к Валенсии снимали. Марина Деор, микрорайон называется. Сам город, не помню как, вот, ну, вот суть в том, что там стоят, мы приехали туда, вот как сейчас у нас тут апокалипсис был, мы тот апокалипсис застали в октябре ещё, потому что там микрорайоны, обычные жилые, высотные дома, комплексы, вот, это они мёртвые, и никого нету, просто, ну, сезон закончился, их сдают под туристов, но суть в том, что больше 50% этих домов стоит уже около 10 лет, ну, не домов, а квартир, не проданными, то есть... Ну, номер стоит? Новый, ещё не было первичного владельца у них, они без ремонта, ну, как, стандартно здесь строят, у тебя есть кухня, когда ты заезжаешь, уже отделка есть, ну, нету мебели, соответственно, тоже отделка так, в Солк-Солк можно подштукатурить, подровнять, да, там, застеклить, может быть, балкон, патио, вот, какие-то себе, там, ещё что-то сделать, ну, суть в том, что, вот, я же ходил по этажам, и где-то роль стал неоткрытой, в каких-то квартирах, и при условии того, что дом построен 10 лет назад, очень много квартир, которые, вот, стоят ещё вот с таким строительным ремонтом, вот, поэтому... И в цене они не падают, получается, да? Нет, 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 не испанцы ни в коем случае, вот, мы столько вложили, вот, мы будем ждать, вот, есть ценник, не нравится, не покупайте, у нас как-то... Хотя уже квартира там уже 5 лет, дом, по сути, уже старый, получается, так там через 10 лет, уже, в общем, уже не свежий. Ну, да, 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 ну, я не знаю, хороший такой, нормальный дом, в принципе, с инфраструктурой своей, с гаражом, то есть, для каждой квартиры есть парковочное место в подземном паркинге, на улице, не знаю насчёт каждой квартиры, но тоже достаточно, а не знаешь, как вот на курьих ножках дома любят строить, что первый этаж, это вот второй, то есть, у тебя есть какой-то центральный холл, примерно, вот, ты заходишь, и уже, что, первый жилой этаж, это вот второй строительный, вот, и под ними тоже машинки стоят, бассейн, бассейны, там просто, ну, коробками, эти жилые дома, прям, как районы, в каждом таком комплексе свои большие бассейны, там, ну, у кого-то теннисные корты, ещё что-то, и они, прям, вот, на пляже стоят, там, ну, реально, это минута-две, ты из подъезда выходишь, и всё, и ты на хорошем, широком пляже, чистеньком, с песочком, вот, и мы приехали, ещё тепло было, народ купался, загорало, а у нас в Москве уже холодно, уже горло. Ну, всё, согласен. Да, вот, и очень-очень радовалась, и даже такие эти у нас поначалу сложности были с учёбой, что мы уехали после, ну, на первых её каникулах, вот, и как-то приехали, и всё, Софья, давай, хватит шарахаться, садимся, делаем русский, математику, вот, у нас распланировали по времени, как бы, уроки, переменки, а она такая, блин, ходит надултое, ну, я чувствую, ребёнок обижен, ну, я её не обижал, ничего не запрещал, вроде не отбирал, я говорю, ну, а чё, в чём делал-то? Я тебя обидел? Да. Да, почему? Ну, ты заставляешь меня учиться. Я говорю, ну, а как ты себе представляешь? Говорит, ну, блин, а кто на каникулах учится? А прошло уже, я говорю, какие каникулы-то? А и дети уже давно учатся. Говорит, ну, они-то в Москве, а я в Испании, значит, у меня до сих пор каникулы. Дочка тогда воспринимала? Да, да. Ну, воспринимала, да, потом мы объяснили, что всё окей, всё хорошо, договорились. У нас что, рация не работает? Да, работает, работает. А, ну, я чуть-чуть убавил просто потому, что это... А, мы с вами рядом разговариваем. А, ага. Вот. Так что, да, в Испании, да, нравится, комфортно, классно. Дальше будем выбирать, думать, смотреть. Всё, всё, спасибочки. И вот, друзья, мы на заправочке сейчас, вот, Вадим, зальётся дизельком. Дизельок здесь самый дешёвый, 85 центов. Ну, да, он, самое, 85 центов тут стал. Вот, только недавно. Ну, да, с кризисом. Да, как нефть пошла вниз, так и здесь, соответственно, пошла. Вот. Ну, тоже вот, что приятно на самом деле. В отличие от России, у нас сейчас только наоборот пытаются поднять, что бедные наши нефтяные компании. Спроса нет, ценник упал, надо их помочь, субсидировать, денег выделить, налоги отменить. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!